Итак, мы определились. Курсы могут находиться либо рядом с домом, либо рядом с работой. Это уже выбор каждого конкретного человека. Но как же все-таки сделать этот выбор? По каким критериям выбирать себе курсы, если территориально вы уже определились и у вас есть в определенном районе города несколько вариантов выбора курсов? Постараться найти информацию про эти курсы. Или у знакомых, или в медиа. То есть на сегодняшний день очень популярны разные форумы, где люди обсуждают те или иные курсы, занятия и преподаватели. Но обычно в интернет-обсуждениях люди могут помещать либо очень хорошие хвалебные отзывы, либо совсем категорически плохие. Мы знаем, что, наверное, правда находится где-то посредине. И лично я, если бы мне сейчас пришлось выбирать курсы, я бы обязательно сходила туда. Потому что на сегодняшний день практически все курсы, я думаю, в любом городе, в Одессе уж точно, предлагают ознакомительный пробный урок. Итак, вы пришли, вам разрешили сесть в какую-то группу, вашего или не вашего уровня, неважно, и вам сказали, вот этот преподаватель, скорее всего, будет вашим потенциальным преподавателем, поскольку ваш уровень соответствует обучению в этой группе. На что нужно посмотреть? Есть несколько вариантов выбора. Например, преподаватель может очень красиво говорить по-английски и не делать никаких ошибок в своей речи, но это не будет означать, что преподаватель, например, может донести информацию до ученика и обучить его. Во-первых, я бы посмотрела на внешнее устройство самих курсов. Что это за офис? Где он находится? Мне бы не хотелось заниматься в подвале. Я бы не хотела, чтобы где-то поблизости, например, была стройка или были неожиданные запахи какие-нибудь. Я человек очень чувствительный к запахам разного рода. Меня бы очень устроило, если бы сам кабинет для занятий был уютным, чтобы в нем, может быть, не были простые голые стены. Или наоборот, наличие огромного количества приспособлений, гаджетов, досок совершенно не гарантирует, что именно в этом классе английский язык выстрелит конкретно для определенного человека. То есть делаем вывод. Мы выбрали для обучения курсы, мы знаем, где они находятся, мы сходили на пробный урок и определились с тем, нравится ли мне там чисто внешне. Мы послушали, как разговаривает по-английски и как ведет урок мой потенциальный преподаватель, что мы делаем дальше. Продолжение следует...